Ну что, друзья, поздравляю вас с наступающим 2023 годом. Да уже шестое число вообще-то. Шестое чего? Января. Я знаю, на самом деле я знаю. Хотел сделать вид, что вина не на мне лежит из-за того, что новогодняя поздравления. Короче, многие ждут поздравления, что сказать. Всем пизда. Вы молодцы, если еще живы. В 2022 году мы держались как могли. И наш канал YouTube не удалил, потому что мы ничего не выпускали. Но в 2023 удалят, я думаю, в январе. Ну давайте так, скриньте. Январь, февраль, все, YouTube не будет. Переходите на другие ресурсы. Ссылки в описании будут. Вот если канал снесут, после ролика, который следующий будет сюда залит, значит в телеге смотрим, там все актуальные ссылки. Я не мог называть, знаете, Telegram 715, Instagram 715. Я все называю по-разному, потому что я ебнутый. Но вы же все равно найдете, правильно? Вот, Telegram Roman Horst, здесь будут вылезать ссылки. Это был тяжелый год, ба-бе-бе, все уже все сказали. Что толку говорить, скажу от себя. Кстати, в телеге уже писал. Я не считаю, что какая-то сакральная вот есть тема в новом годе. Потому что не в цифрах смена периода периодом новым. Если только ты работаешь не в бухгалтерии или в государственной любой другой службе какой-нибудь, где вы под конец года закрываете год на бумажках. А на деле вряд ли что-то изменится кардинально. Все зависит от нас и все зависит от вас. Все зависит от того, как мы к этому будем относиться. Я бы какую-нибудь мудрость, конечно, еще выдал. Но мне еще учиться и учиться самому жить правильно, правильно? Чтобы вам что-то там наставлять. Поэтому давайте расскажем о новогодних подарках. Вот я тебе купил ГЛОК. Короче, хотел веселую какую-то нотку задать. Но в непростое время живем, ребят. Непростое время. Поэтому я даже честно хуй знает. У меня, например, период веселья сменяется периодом уныния. Это в том числе связано с тем, что я проебал. Последние почти пять месяцев, наверное, на больничном. Сейчас уже хожу потихоньку. Сегодня КТ сделал. Наверное, опять, да, из тех, кто посмотрит, кто-то не в курсе. Я сломал таз. У тебя, как Паш, прошел 2020-2022 год. Ну, чуть более скучно, чем предыдущие, ебать. Почему скучно? Потому что половина друзей на Донбассе ебашится. Половина друзей со своими делами. Теперь у Паши не друзей. Это мы привезли с Донецка. Это настоящий донецкий номер. Там даже эти ватермарки... Или нет, как это? Короче, про близковые штуки ДПР. Вот. Дипломатические украинские номера, еще показать можем. Короче, у нас год начался вообще-то с позитивных изменений. Мы переезжаем на новую базу. Вот. На ней у нас будет происходить, в принципе, все, что происходило до этого. Но в более таких масштабах серьезных. Таких громогласных. Здесь у нас, знаете, такой будет тактикульный переетован. То есть здесь у нас будут собираться там из разных ведомств, из разных служб военные. Делиться опытом. Просто пить чай. Может быть, иногда что-то и покрепче. Но вот лично у меня еще... Я вот как в июне забухал было, делал на жаре. По-моему, в Донецке как раз было. Все. Что-то с тех пор меня переклинило. Я даже вообще об алкоголе думать не могу. Хресты проебал я уже давно. Потому что когда ты общаешься с военными, сложно не употреблять алкоголь. Но это все плохо. На Олимпиаде занял второе место. На Олимпиаде почему? Пакпаве. Пара Олимпиаде. Ну теперь уже пара Олимпиада. Что вам еще рассказать? Ну можно базу показать. Музей. Базу всю не будем показывать. Музей можем. Но начнем вот с чего. Опа. 715-м кнопка YouTube. Больше такой никогда не увидим. Запрещеночка. Это понятно. Свидос расстрела бронежилетов. Это слабая фармс видос. Это вот интересная вещь. Бронебонь патрон. Это интересная вещь. Керамическая плитка. Вот у нас вся номенкнатура боеприпасов. Дипломатические номера. Это у нас бронеплита. Это у нас макета гранат. Это факел. Пиздатая вещь. Загуглите, что такое факел. Граната факел. А это факел S. Загуглите, что это такое. А это RGO или RGN. Я все время забываю. Не суть. Служу России. Кому нужен прицел? Будем переснаряжать патроны. Почетная грамота. Но вирту сексуал уже не поддержит S.V.O. Отсюда вот купить. Это на обзор. Это я всем рекомендую. Но самая хорошая книга, это, конечно, учебник сержанта морской пехоты. Военно-морского флота. Почему-то и ходит миф, что в нашу команду хуй попадешь. Потому что какие-то мажоры там зажравшиеся в глазах общественности. Ну так а в чем проблема? Присоединиться к мажорам и стать таким же мажором, да? В команду-то у нас ворота все всегда были открыты. А вот сейчас на самом деле ужесточание пришло. Потому что заебали. Заебали вот эти вот новички, которые приходят. Ничего из себя не представляют. Надеешься на них, что что-то из них получится. А они, блядь, не могут там ни 10 раз научиться подтягиваться, блядь. Ничего остального. Вы скажете, а зачем физуха? А я отвечу в очередной раз. Если человек даже не сможет научиться 10 раз подтягиваться ради какой-то благой цели, да? Значит, он долбоеб. И вообще, ну, никаких дел с ним не надо иметь. Это и мое мнение такое. Закоренелого, тупого, военного человека. Ну, в смысле, не военнослужащего, а просто тактический человек. Поэтому у нас теперь очень строжайшие нормативы для кандидатов в команду. Это 10 подтягиваний, 20 отжиманий, 30 приседаний. На самом деле, вот вы смеетесь? Вы даже не представляете, сколько народу не может этого сделать. Но они такие, бля, Ром, насмотрелся видосиком, бля, короче, дайте броник, хочу с вами в полевой. Потом хуярит. Вот у нас был такой человек, у него позывной Дон Тес. Знаете почему? Это не я придумал. Это просто у него усики, как у какого-то такого мушкетера. И пацаны просто начали так на Тебисе Дон Тес называть. И что, было нахуй? Что, нормально все? Да, нормально. Что, нормально все? Да, нормально. В итоге, нахуй, на полевом, блядь, выходи, нахуй. Он сознание сначала терять начал. В итоге я из его бронежилета вынул плиты. Засунул в свой бронежилет. По два комплекта у меня было плиты. И пиздашил, нахуй, вместо, ну, командирша, блядь. Все должен на себе вывозить. А пацаны тоже часть его снаряги разгребли. Нахуй нужно, скажем дружно. Если вы хотите вливаться в военщину, вы, пожалуйста, займитесь собой сначала, блядь. Ну, и покупка снаряги, покупка пушки, блядь. Она из вас, ну, не сделает вообще ничего. Вы должны начинать с себя. И вот, кстати, здесь многие любители почитать книжки скажут, что снаряга нахуй не нужна. Что я это имел в виду. Но я это не имел в виду. Снаряга, она нужна. Она нужна, когда у вас уровень вот подрос, и вы снаряги докупили до этого уровня. Потом еще уровень свой подтянули, и снаряги докупили. А если вы вот такой вот тюфяк, а снаряги вот так накупили, то это просто лежит мертвым грузом, и, скажем, дружно нахуй нужно. Интересно, это вообще какое имеет отношение к Новому году? Да хуй его знает. С Рождеством, с Рождеством, ну как, я не знаю, как это праздновать людей. У меня, короче, проблема. Я аутист, социофоб, слава богу, не социопат. У меня еще разные расстройства психические и психологические. Из-за этого мне сложно делать вид, что я нормальный человек социальный. Вот, например, в Шарагу когда ходил, и все одногруппники обсуждали футбол, я не мог с ними это обсуждать. Я не понимаю, они вот постоянно обсуждают, 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 обсуждают. А я не понимаю, блядь, ну как можно говорить ни о чем? Вот говорят часами ни о чем. Ладно, не поймете. Не то, чтобы я суперумный, я не умею, блядь. Поэтому я не знаю, как праздновать ваши праздники человеческие. Вот был шаблон, например. Новый год, надо набухаться. Нормальный рабочий шаблон, но потом хуево. Скажем, дружно нахуй нужно. Это уже влог какой-то получается. Можно начать ныть, паниковать, что все пропало. А можно просто делать то, что делали всегда, всегда за историю существования человека наши предки. И в более крупных масштабах. Это вывозить, вывозить антидепрессанты. Если вам кажется, нам кажется, что мы живем в очень тяжелое хуевое время, это полный пиздеж. Посмотрите видосы антропологов, как они рассказывают про развитие и эволюцию человека. Сколько миллионов и сколько десятков тысяч лет жили в дерьме. Сто лет назад просто нахуй. Дровами топили все. А сейчас рассказывают экологии, пиздец, если Европа дровами начнет топить. Во-вторых, срали под себя. И все было в говне нахуй. И жрали, не попадя в что. А еще и постоянно воевали. Еще не было антибиотиков. Дожить до 40 лет это считалось вообще преступлением нахуй. Ну да, нелегко. А если так посмотреть, ну каждому поколению впадает так или иначе соприкоснуться с хуйней. Мы соприкоснулись, будем потом гордиться, внукам рассказывать. Главное сейчас не проебаться и выжить. Все, ребят, живите дружно, счастливо. И почаще говорите нахуй нужно, если вам впаривают какую-то хуйню ебаную. А что является хуйней, решать вам. А чтобы решать, что является хуйней, вам необходимо как-то эрудицию подтянуть. А как подтягивать эрудицию, я вам уже не могу посоветовать. Где черпать информацию об окружающем мире. Потому что я сам не уверен в том, что я прав. Но ебать, я буду ебашить.